Разрешите, пожалуйста. Это дна Дмитрия Ивановича, познакомьтесь. Здесь стоят работники ГТФ. То есть это те, которые сейчас находятся в бессрочной забастовке. Значит, наши требования были, вы знаете, допустим, наши требования были, прежде всего, снятие руководства, которое довело шахту, ну, допустим, до того, чтобы 8 месяцев не получают зарплату. Второе требование было, конечно, выплаты заработной платы. Сейчас, допустим, собрались люди, все хотят задать вам вопросы. Самый основной вопрос, самый серьезный вопрос, с которым, допустим, хотят вам, конечно, все обратиться, это, прежде всего, выплаты заработной платы. Был ли разговор с министром? Что она обещала? Значит, да, у меня состоялся разговор, это было позавчера, с министром она меня вызвала. Кстати, немного о себе. Я в последнее время работал 10 лет техническим директором Галида Вугле. Вот, она меня вызвала к себе на аудиенцию, произошел у нас разговор. Я житель города Покровска, то есть проблема мне шахты Краснолюманская известна. Соседи, родственники точно так здесь работают, точно так не получают эти 8 месяцев несчастные заработанные деньги. Вот, она мне сказала, я, говорит, деньги дам, по-любому на этой неделе, но она могла на этой неделе дать, деньги выделить. Но дело в том, что она, говорит, я боюсь, что эти деньги до вас, когда людей заработной платы не дойдет при этом руководстве. Почему? Потому что могут опять какие-то схемы включиться, куда-то убить. Вот, второй вопрос, который, задачу передо мной поставила, это провести полноценный аудит. Точно так, то руководство, которое сейчас, оно загнажевано в том, чтобы аудит был по-ихнему проведен, не так, как положено. Вот, ну и третья задача, это передача запасов, вернее, возврат запасов назад государственное предприятие. Потому что шахта, которая без запасов, мы знаем, это не шахта, это просто начартное здание, быка, ебать. Вот это три таких задачи, то, что вкратце, на такую тему у нас остался с миром. Подписала приказ, сказала на следующей неделе. Анатолий Иванович, правсоюз, 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 это, я считаю, даже шага не переступил. Все, все понятно. Здание ПК, то есть, извините, я пока на этот вопрос ответить не могу. А подождите, это добро, было бы что сбывало, было бы что сбывало. Потому что сейчас, как я понял, на шахте же нет запасов, Оля. И весь... А? Я говорю не за это, я говорю за тот, который находится у нас под науке. А, все понятно. Залегает еще, просто. Все понятно. Забрать, забыть, а то, о, потом... То есть, вот такая вот... Вы свою команду проведете? Ну, частично, конечно. Потому что этих руководителей, замдиректоров надо снимать. Разговор шел от 305 до 50 миллионов. А вы в курсе, что должны людям больше 100 миллионов... Не в курсе. Что люди хотят сначала получить долги, а потом начинать работу. Я понимаю, прекрасно, но вы же тоже поймите, что гимна небесная. Ну, да. То есть, сразу есть вероятность, вероятно, получим все. Обещание. Она должна была. Да. Это у вас зарплата будет ГП или ООО тоже? Всем. Всем, да? Почему? Ну... А за один месяц будет заработная плата? Я-то понимаю, что это где-то полтора фонда, полутора месяцев. То есть, текущие, наверное, и какая-то... А вот эти деньги не заморозят, а что нам должны... Нет. А, ну, все. Не знаю, об этом даже речи не знаю. Значит, ребята, мы как... Потому что дальше уже идет, как бы, политический... Мы как говорили, мы как говорили, так и есть. Наша акция, допустим, вот если на той неделе заходит, допустим, там, 35 миллионов... Хорошо. Но я считаю, допустим, вот у нас задолженность составляет где-то 200 миллионов. 120 по ГП-подприятию и 80 по ООО-приятию. Я считаю, допустим, мы начинаем так, работу и с новым директором, и все. Будет вопрос такой. Пока мы не начинаем работу до момента, до момента, пока не будет выплачена заработная плата. Правильно. Мы готовы, допустим, это и поможет и новому директору, допустим, как-то влиять на министерство. По-другому, допустим, начинаем работу. Опять же, как начнется работа. Это мы заходим на поля ООО. Разрешат ли там работать или не разрешат, это уже дело десятое. Это опять мы начинаем, вступаем в серьезную борьбу по поводу того, чтобы забрать запасы, сделать и все. Но пока, допустим, считаем, это наш директор, мы его поддержим. Мы будем делать все для того, чтобы этот человек стоял и сделал. Раз идет вопрос о деньгах, раз идет о нормальной работе сбыта, мы его будем поддерживать всеми силами. Сейчас, допустим, вопрос я попрошу представителей власти, приехал мочайник полиции, допустим, да. Мы сейчас подойдем туда, покажем приказ и дальше, допустим, уже будет все по этому самому. По рекламенту. Придут, предъявляется приказ нынешнему руководству, ну, дальше уже нормально. Нынешняя руководка. Все. Сейчас подходим, допустим. Мы хотели бы сходить. Здравствуйте. Мы находимся на шахте Краснолиманське. Спасибо всем, кто присоединился. Мы видим нового директора, которого назначили. Кобзар Дмитрий Иванович. Согласно приказу, подписанного Олею Анатольевну Кусловец, министром энергетики, с сегодняшнего числа я обязан приступить к выполнению обязанностей генерального директора государственного предприятия «Вольная компания Краснолиманська». Я за смеиститель генерального директора безопасности. Я могу ознакомиться за меня, пожалуйста. Генеральный директора безопасности. С let moment. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok